МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день получить больничный, а работодатель нам присылает сведения тоже по электронным каналам связи для того, чтобы с учетом его заработка за 14 дней, а именно с 6 по 19 апреля включительно, мы будем ему выплачивать пособие. Поэтому мы сейчас связываемся с работодателями, они нам сверяют списки своих работающих граждан, и все работающие лица, которые находятся сегодня на самоизоляции, кто не находится в ежегодном отпуске, может, например, у какого-нибудь работающего человека берется подать с 6 по 19 апреля с ежегодным отпуском. Вот они, например, никакие больничные не должны получать, им, например, отдельное получение пособия по времени труспособности в этом случае не предусмотрено, поскольку оплата уже за те дни, которые попадают на 6 по 19 апреля, уже работодателям произведены. Вот по республике у нас более 10 тысяч работников, по данным наших страхователей, являются в возрасте 65 лет и старше работающими, и поэтому мы готовы будем сегодня назначить и выплатить средства за счет фонда социального страхования этим гражданам на их лицевые счета в банковских учреждениях, на которых они обычно получали свою заработную плату. В региональном отделении фонда работает горячая линия. В случае такого совпадения, и, может быть, какое-то количество дней, если не совпадает, то мы с работодателем сделаем расчет и доплатим те дни, которые, например, сегодня являются, нерабочими для этого гражданина. Кроме того, мы должны заметить, что есть категории работников, которые по указу президента Российской Федерации должны обеспечить деятельность своих предприятий, связанных с жизнеобеспечением. Эти лица могут находиться как на рабочих местах, а также могут они работать дистанционно. Вот эти категории работников, которые находятся в рабочем режиме, решают свои рабочие вопросы. Как всегда по таким работникам в табеле отмечаются рабочие часы, поэтому на них это не распространяется. 30-39-09 для того, чтобы могли граждане или работодатели получить соответствующую консультацию. Соответствующая информация размещена и на сайте регионального отделения фонда. Редактор субтитров А.Семкин